Привет всем! Не нравятся мне все эти пинания взаимные в сообществе МД, но иногда промолчать просто невозможно. Пусть даже не называя конкретных имен, это не так важно. Живая иллюстрация, как полезно включать иногда просто здравый смысл, то, что называется common sense. Вот представьте себе двух человек. Один призывает реформировать семейный кодекс, а другой хочет его отменить. Как вы думаете, какой из них скорее инфантил, если задуматься? Мы живем в 21 веке, да, мы живем не в Уганде, не в солнечной Зиммундии, мы живем в России, 21 век. У кого инфантильности больше? У того, кто призывает к реформе или у того, кто призывает к отмене? Кто скорее инфантил? Тот, кто понимает, что не может каждый человек быть владельцем и руководителем бизнеса, что на каждого владельца или руководителя бизнеса будет приходиться там 10, 20, а то и 200 человек подчиненного персонала? Человек, который это понимает, он инфантил? Или человек, который этого не понимает, инфантил? Человек, который решил посмеяться над понятием супружеского долга о том, что он должен быть внесен в закон? Это очень смешно, да, но человек, наверное, не читал просто про римское право и не знает, что это было критерием. Во-первых, это основания для развода, которых не так много было в римском праве классическом. А во-вторых, это повод признать брак ничтожным, недействительным. В римском праве. Человек, который весь из себя за традиционный брак, наверное, должен знать, как был устроен римский брак. Почему-то у римлян это не вызывало ни смеха, ни улыбок и удивления, как это проконтролировать. Может, надо просто поднять книжки и почитать, как это контролировалось, как это регулировалось. Человек, который мнит себя традиционалистом, при этом не знает, как это было устроено в римском праве. Он скорее инфантил или скорее нет. И кого нам человек предлагает в качестве образца? И себе, видимо, считает за образец. На выбор. Цыган, их социальное устройство. Мусульман, беженцев в Европе. И структуры а-ля как угорцев-кавказцев. Это пишет человек, который родился и вырос в космической державе, которых не так много вообще-то на планете. Я считаю, что гайка недостаточно докручена. Если уж в таком направлении искать образец для подражания, то стадо бабуинов, будет гораздо круче цыганского табора. Я думаю, в чистом поле у цыганского табора нет шансов. Давайте брать пример с них. Пропустим каменный век, там, бог с ними с неандертальцами, с кроманьонцами, сразу бабуины. Можно гориллы. Пофигу, что мы достигли государства, что все эти прелести вокруг, там, научно-технический прогресс. Да, каждый окопается в собственном домике, на собственном участке. Поставит пулемет Максим на крышу и таким образом будет идти вперед в светлое будущее. Вот она, совершенно не инфантильная позиция. А кроме стада бабуинов, можно еще взять за образец просто настоящую классическую банду. В принципе, из любого региона мира и из любого времени. Я уже цитировал по другому поводу, так что не буду снова цитату вставлять, но... Мы с тобой, Лужков, в государстве живем, а они в банде. Вот и вся разница. Ладно, это все вступление. Мой посыл в том, что, беспрекословно, не критически слушая любого абсолютно человека, сколь угодно хорошего, и не просеивая то, что он делает и говорит через какой-то собственный фильтр, это самая инфантильная позиция, какую только можно себе представить. Это позиция родителей и ребенок. И человек, который находится в позиции ребенка в отношениях родителей и ребенок, ну, это как если бы вас обзывал инфантилом младенец, который вот в коляске рядом проезжает, мама его тащит, а он у вас говорит, инфантил! Ладно. А теперь сказка для детей изрядного возраста. На самом деле это не отдельная сказка, это часть из гораздо более крупного текста, очень серьезного текста, но я зачитаю только кусочек, так что слушайте. Сказка-ложь, давний намек. Итак, Джон Фаус. Принц и маг. Жил однажды на свете принц, который верил во все, кроме трех вещей, в которые он не верил. Он не верил в принцесс, он не верил в острова и он не верил в Бога. Отец принца, король, сказал ему, что таких вещей на свете не существует. Так во владениях отца не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков Бога. И принц верил своему отцу. Но вот однажды принц сбежал из дворца и оказался в другой стране. И в этой стране он с любого места побережья мог видеть острова. А на этих островах странные, вызывающие волнение в крови существа, назвать которые у него не хватило духу. В то время, как он был занят поисками лодки, к нему подошел человек в вечернем наряде. «Это настоящие острова?» – спросил юный принц. «Разумеется, это настоящие острова», – ответил ему человек в вечернем платье. «А эти странные волнующие существа – это самые настоящие, самые подлинные принцессы». «Тогда Бог тоже должен существовать?» – воскликнул принц. «Я и есть Бог», – ответил ему человек в вечернем наряде и поклонился. Юный принц изо всех сил поспешил к себе домой. «Итак, ты вернулся?» – приветствовал его король-отец. «Я видел острова, видел принцессы, я видел Бога», – заметил ему принц с упреком. Король отвечал непреклонно. «На самом деле не существует ни островов, ни принцесс, ни Бога. Но я видел их. Скажи мне, во что был одет Бог?» Он был в вечернем наряде. «Были ли закаты на рукава его пиджака?» Принц вспомнил, что рукава были закатаны. Король улыбнулся. «Это обычная одежда мага. Тебя обманули». Тогда принц вернулся в другую страну, пошел на тот же берег и снова встретил человека в вечернем наряде. «Король, мой отец, рассказал мне, кто вы такой», – заявил ему принц возмущением. «В прошлый раз вы обманули меня, но на этот раз этого не пройдет. Теперь я знаю, что это не настоящие острова и не настоящие принцессы, потому что сами вы всего лишь маг». Человек на берегу улыбнулся в ответ. «Ты сам обманут, мальчик мой. В королевстве твоего отца множество островов и принцесс. Но отец подчинил тебя своим чарам, и ты не можешь увидеть их». В раздумье принц вернулся к себе домой. Увидев отца, он взглянул ему прямо в глаза. «Отец, правда, что ты не настоящий король, а всего лишь маг?» «Да, сын мой, я всего лишь маг». «Значит, человек на берегу был богом?» «Человек на берегу – другой маг». «Я должен знать истину, истину, которая лежит за магией». «За магией нет никакой истины», – заявил король. Принцу стало очень грустно. Он сказал «Я убью себя». С помощью магии король вызвал смерть. Смерть встала о дверях и знаками подзывала к себе принца. Принц содрогнулся. Он вспомнил о прекрасных, но не настоящих принцессах и о не настоящих, но прекрасных островах. «Что же делать?» – сказал он. «Я смогу выдержать это?» «Вот, сын мой», – сказал король. «Вот ты и начинаешь становиться магом». «А рядом с табором стоит человек в строгом костюме и что-то цыганам говори». Субтитры просто! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok